Сессия посвящена моделям в области наук о Земле и первый доклад Евгения Визилова. Выбор модели дата для цифрового двойника окружающей среды. Добрый день. Уважаемые коллеги, значит, наш институт включили в программу десятилетия исследования мирового океана. В рамках этого десятилетия мы попали в проект, который называется «Цифровой двойник мирового океана». Это глобальный проект Межправительской кинографической комиссии. Россия, так сказать, участвует в этом проекте, разрабатывает цифровой двойник Каспийского моря. Ну, так как наш институт имеет большой опыт по сбору, интеграции и обработке данных, Поэтому, когда мы взялись за работу, связанную как раз вообще, что такое цифровой двойник в области окружающей среды, я вот такой доклад делал 17 сентября в конференции Томск, который проводил Институт мониторинга климата и экологии. Целая лекция у нас была на эту тему. Но вопрос, который является базовым для того, чтобы нам, так сказать, начать что-то делать в этом направлении, он связан, на мой взгляд, в первую очередь с выбором модели для цифрового двойника в области окружающей среды. Стрелочка вправо же, да? В чем заключается проблема сначала цифрового двойника? То есть для исследования климата, океана, его последствий, анализ воздействий опасных явлений, стихийных явлений на предприятии. Это, так сказать, требует как раз различных данных из различных доменов. Это, так сказать, очень важное направление деятельности сейчас в мире. И требуется даже сейчас в области окружающей среды у нас данные, так сказать, за геологию там одни отвечают, даже гидрометеорологии, за океанографию одни отвечают, за метеорологию другие, за гидрологию рек третьи, за экологию четвертой. Дальше, значит, информация требуется не только в области окружающей среды, требуется информация о самих объектах, на которые влияет окружающая среда. Социально-экономическая информация, технико-экономическая информация и другая, так сказать, производственная информация, потому что, чтобы считать убытки, безусловно, требуются данные из разных доменов. Кроме этого, сейчас очень требуется, важным направлением является обмен данными между информационными системами, которые находятся в разных доменах. И это тоже требует определенных требований. Каким образом, то есть точка-точка, если обмениваться, это слишком много получится ресервисов писать надо. Данные, которые и сами информационные системы, они имеют негармонизированные структуры, потому что в каждом ведомстве, в каждом направлении свои структуры на одни и те же данные. Данные распределены, они гетерогенные, используют разные системы управления данными, имеют разные классификаторы. Это тоже, так сказать, является проблемой. Ну и аккумуляция данных не всегда... Аккумулированные данные не всегда доступны по разным причинам, так сказать. Либо они их не знают, о них нет метаданной, так сказать, или просто, так сказать, каждое сообщество пытается, так сказать, работать только со своими данными. Поэтому требуется новое архитектурное решение в области данных в виде цифрового двойника. Ну, определение, так сказать, которое есть, так сказать, в этой области. Я выбрал всего три, на самом деле их намного больше, так сказать. Но так как первые два определяются стандартами, то есть вот ГОСТ российский в области моделирования, компьютерного моделирования, прямо так называются, цифровой двойник продуктов. То есть цифровой двойник продуктов, а продукт может быть информационный. Я, это мое добавление, то есть это система, состоящая из цифровой модели продукта и взаимосвязанных между собой продуктов и его компонент. То есть, ну, продукт там, если машина, так сказать, то там двигатель, ходовая часть, так сказать, там еще какие-то детали, так сказать, они могут быть сделаны разными разработчиками по разным, может быть, даже стандартам, но в целом они, как бы, представляют собой, если все описано для одной модели, то это будет, модели машины, то это будет цифровой двойник. И такие, как бы, уже цифровые двойники есть. Но, правда, я был вот на выставке «Армия-2022» и смотрю, так сказать, на одном стенде цифровой двойник. Подошел, спрашиваю, а что, говорит, ну, вот у нас были файлы, ну, это сейчас цифровой двойник. То есть никаких требований, стандартов, а просто файлы со своими какими-то расширениями, ну, они вот обозвали его цифровым двойником. Значит, цифровой модель, следующее определение, которое дает ISO для автоматизированных систем интеграции, это цифровой двойник, есть цифровая модель отдельного физического объекта или процесса со связанными наборами данных, которые продвигают конвергенции между физическими и виртуальными состояниями, ну, соответствующие синхронизации данных. Это уже, как бы, ближе к тому, что, так сказать, ну, вот в области окружающей среды. Но самое вот лучшее, на мой взгляд, определение цифровой двойник Земли – это информационная система, которая продвигает пользователям цифровую копию состояния и временного изменения земных систем, ограниченные данными наблюдений и законами физики. То есть, как бы, это уже, во-первых, это Европейский Центр среднесрочных прогнозов погоды под такое определение дал. То есть, они понимают, о чем говорят. Поэтому, мне кажется, что вот это определение можно брать, так сказать, в области окружающей среды за основу. Ну, здесь я просто считаю, что можно добавить, что не только прогноз должен здесь, так сказать, как бы представлен. Прогнозами занимается уже 50 лет. Многие вопросы решены. Но, так сказать, прогностические данные являются основой цифрового двойника окружающей среды. Но, вот, в целом, не только эти данные надо учитывать. При создании цифрового двойника, безусловно, так сказать, мы должны какие-то принципы, не цифрового двойника, а уже модели создания цифрового двойника, необходимо учитывать, то есть разработать какие-то принципы. Вот и предлагаются следующие принципы. То есть, сохранение целостности данных при добавлении новых объектов, экземпляров объектов и связи объектов. Второе, сохранение свойств объектов в одной таблице. То есть, до сих пор мы, так сказать, как бы работали, когда с революционными, работаем с революционными вазами данных, то у нас множество таблиц. Здесь предлагается каждый объект минимум в одной таблице, а еще лучше, чтобы все объекты хранились в одной таблице. Так, некоторые поисковые атрибуты должны быть одинаковые как у всех объектов. Хранение множественных значений объекта тоже должно храниться в одной таблице за счет перечислений. Потом я об этом расскажу, что это такое. Организация обмена данных между различными доменами должна быть организована. И метаданные должны быть созданы и развиваться на каждый экземпляр, так сказать, объекта. Выполнение, реализация поиска должна быть не только, как обычно мы работаем с ОБДС со структурированными данными, но и не структурированные данные мы тоже должны, так сказать, осуществлять поиск. Особенно это касается метаданных, потому что в них больше 50% атрибутов это все-таки слова. И просто по ключевым словам, даже формализованным, не всегда можно получить ответ. А если обрабатывать их как не структурированные данные, то можно получить определенный эффект. Ну, в соответствии с требованиям, принципам ФЕИ, так сказать, тоже должно быть. Ну, когда, ну, пока вчера, так сказать, был доклад на эту тему, там была, в общем-то, представлена эта тема более подробно. Я просто скажу, что, так сказать, это поисковость, доступность, интероперабельность и повторное использование наборов данных при создании цифрового двойника. Эти принципы должны обязательно учитываться. Каждый объект должен иметь уникальный идентификатор, который позволит приложениям быстро найти, осуществить доступ к данным. То есть, дои, так сказать, уже за рубежом, по крайней мере, широко применяется для и наборов данных уже в статьях. Требуется, чтобы на наборы данных были, так сказать, ссылки в виде дои. Ну, требования, как бы, как расширение принципов, требования к модели данных, как расширение принципов. Ну, значит, расширяемый контент должен быть обязательно. Не зависит от системы управления данными, от операционной системы. Позволяет работать не только с записями, но и с самими объектами. Вообще, так сказать, потому что, когда мы работаем в одном с таким объектом, там все ясно и все понятно. А когда у нас множество объектов, то, конечно, нам вот эти дополнительные таблицы, как варитационных, они, их надо схлопнуть в виде, так сказать, специального решения. Ну, необходимо иметь сведения о жизненном цикле каждого объекта, представлять измеренные данные в точке, профиле, так сказать, и регулярной сетки. Сохранять формат данных должен быть, работать со всеми объектами. И приложения, которые, разработчики приложений, должны легко использовать данные от цифрового двойника с помощью стандартных интерфейсов, REST-сервисов или веб-сервисов. Ну, вот пример, так сказать, данных, которые для цифрового двойника представлен на этой слайде. Здесь, так сказать, 10 направлений, то есть экономические, политические, социальные, медицинские, технологические, технико-экономические, пространственные, управляющая информация, данные по окружающей среде и экологическая. Ну, я деталей не буду рассказывать по каждому, какие примеры, каких данных нужно использовать. И как данные по окружающей среде могут быть отражены в цифровом двойнике? Значит, данные цифровой двойник в окружающей среде отражают в цифровой форме свойства реальных объектов с их связями с другими объектами и процессами в области окружающей среды вместе с объектами экономики и природы, предприятиями, на которые воздействует окружающая среда, и бизнес-процессы, которые происходят на предприятиях, которые зависят от гидрометеорологических условий. Значит, когда мы работаем с цифровыми данными, то при наблюдениях фактически мы имеем всего лишь цифровую тень Земли и окружающей среды, потому что данные, ну вот там верхний рисунок, они, так сказать... Верхний рисунок, это данные, так сказать, по Мировому океану. Видно, что Северно-Ледовитый океан, там если Антарктиду смотреть, там покрытие данными не очень хорошее, так сказать. Второе, так сказать, цифровой продукт, который получается на основе наблюденных данных и тех прогностических моделей, и расчетных моделей. То есть этот продукт сейчас широко применяется. Он, так сказать, может использоваться и в цифровом двойнике, но как помогательная информация. А цифровой двойник, он позволяет на основе измеренных значений и интерполированных значений физических объектов и моделей предсказать развитие процессов в атмосфере, гидросфере, на предприятиях с учетом воздействия не только с точки зрения самих природных явлений, но и как эти явления воздействуют на социальные объекты и промышленные объекты. Для того, чтобы разработать модель данных для цифрового двойника, мы провели анализ 10 существующих моделей, которые представлены на этом слайде. Здесь, так сказать, эти модели оценены с точки зрения универсальности, единицы хранения, которые используются в этих моделях, сложности, так сказать, которые та или иная модель представляет для реализации, наличие использования стандартных классификаторов и метаданных, ну и, так сказать, сложность поиска и скорость поиска, а также недостатки. Ну, я тоже детально останавливаться не буду на каждой модели, но скажу, что, так сказать, на самом деле, вот многомерный куб, который как бы классическое представление регулярных данных, он имеет право на существование, но, к сожалению, в жизни таких реальных данных, которые имеют за один и тот же период, по всем параметрам, так сказать, во времени и пространстве, что все было представлено одинаково, ну, я не знаю, так сказать, даже статистики, которые там собираются регулярно, и то, так сказать, такого нету. Это вот основной недостаток. Ну, для временных серий Росстат, так сказать, разработал для международного обмена данными специальную модель, ну, вот она тоже ограничена, так сказать, именно временными рядами. Ну, есть, так сказать, универсальная схема базы данных для Орокова, так сказать, но она тоже только для отдельных СУБД, как бы, можно применить, она не претендует на всеобщую универсальность. XML, как язык, с помощью которого можно создать XML-схему, так сказать, и для каждой предметной области, и таким образом, как бы, некоторая универсальность появляется, стандартизация имен, стандартизация используемых классификаторов, но, к сожалению, XML-то потихонечку начинает вянуть, что ли, появился, то есть не появился, а стали использовать более широко язык, ну, формат JSON, так сказать, который программисты более широко используют. Но вот XML и JSON, они только для обмена предназначены. Это, как сказать, известно, что для хранения эти средства не предназначены. Многомерные средства, многомерные модели для хранения данных имеют право на существование, но, к сожалению, они при преобразовании их там плоские структуры, в некоторых случаях, они дают большой, ну, уходим от нормализации, в результате появляется множество повторяющихся значений. Универсальная модель данных мира имеет, так сказать, вроде бы широкий спектр применения, но очень сложная, так сказать, для понимания человека и очень сложная для реализации, потому что человек привык видеть табличную форму представления со всеми свойствами, а здесь, так сказать, эти свойства распределены, ну, так как у нас и латамарная единица хранения значений одного атрибута, поэтому, так сказать, эти, чтобы собрать каждый объект, ну, требуется и большое время, а еще надо то в плоскую структуру, то, так сказать, в многомерную записать, и это все преобразовать должно происходить очень быстро. Ну, и вот о использовании герархии внутри модели, вот это направление, так сказать, мы, как бы, рассмотрим далее более детально. То есть компания Unidata, это российская компания, вот, как бы, новый подход по созданию моделей для хранения данных. Эта модель представляет собой, как бы, три компоненты. Это регистры, классификаторы, или там словари, и перечисления. Ну, регистры, как сказать, это представляет записи с набором атрибутов и их значений и связями, которые, фактически, это любая плоская таблица, будет являться регистром. Классификаторы, ну, это, так сказать, те свойства, которые формализованы и представлены в отдельном наборе данных, в отдельной таблице. Классификаторы, в данном случае, не имеют связи с другими таблицами. Их только регистры, как бы, используют. Регистры могут иметь связи и с классификаторами, и между разными регистрами. И перечисления, это лист возможных значений. То есть, то, что мы в реляционных таблицах выделяли в отдельной таблице, здесь предлагается их сохранить в одном атрибуте через разделитель. То есть, таким образом, как бы, мы получаем некоторую герархию, но, к сожалению, мы не можем искать обычными средствами вот в таких атрибутах. Ну, то есть, эта модель позволяет хранить все объекты в одной таблице. Все объекты должны иметь одинаковый атрибут, там, ID объекта, ID записи, имя объекта, автор организации, там, куратор этого объекта, ну, и дата создания. Ну, в множественных значениях я сказал, как можно хранить. И еще там представляется возможность и серия единичных значений атрибутов тоже можно записать. Те, которые не являются поисковыми, их можно тоже записать через разделитель в одном атрибуте. Таким образом, схема становится более компактной и понятной пользователю. Ну, имена и формат хранения тематических атрибутов определяется через словарь параметров. Ну, вот, как бы, здесь представлена справа, так сказать, схема, как пример, схемы связей объектов метаданных, ну, в данном случае это как бы и данные, так сказать, здесь более широким, не как отдельный объект, а просто как множество объектов. То есть, получается, вроде как, сетевые связи между вот этими разными объектами, которые должны войти в цифровой двойник. Основная единица управления данными должна быть какой-то минимальный объект мира, стандартизован на международном уровне, на национальном уровне или там на корпоративном уровне. Значит, кроме этого, можно использовать микроформаты, которые тоже стандартизованы, так сказать, на мировом уровне. Значит, схема хранения не зависит от замес связи объектов и использование единой схемы хранения для всех классификаторов в одной таблице тоже позволяет, так сказать, более компактно хранить сведения о классификаторах. Ну и снизу представлено описание модели данных, которые мы предложили для Роскосмоса для хранения метаданных, потому что вот два атрибута, параметры это множественный атрибут и сведения о космическом аппарате тоже, так сказать, о его, так сказать, характеристиках, там, орбита, тип спутника, так сказать, период во втором атрибуте. Ну, значит, кроме этого, мы должны как бы понимать, как будет использоваться цифровой двойник. Значит, цифровой двойник, так сказать, это общие данные для всех участников проектирования, создания и эксплуатации предприятий. Процесс создания цифрового двойника включает развитие моделей, интеграция данных из различных доменов и включением моделей, так сказать, в работу с цифровым двойником. Ну, для примера, представлены, так сказать, различные модели, модели, связанные с прогнозом изменения климата, вычисление уровней, показателей опасности, оценка воздействия окружающей среды на объекты, астрала, еще показаны более детальные модели, которые могут быть использованы для оценки воздействия окружающей среды, изменений климата на объекты природы и объекты промышленные. Ну, и в заключение хочу сказать, что модель данных для цифрового двойника, как бы предложено, и цифровой двойник должен включать как оперативные, так и исторические данные, отражать пространственные временные свойства объектов, сохранять набор независимых, но связанных объектов, добавлять новые объекты без изменения модели данных, распределение во времени между разработчиками улучшится, потому что каждый может заниматься отдельным объектом, интегрировать данные, приводить в какой-то структуре, модели уже место для него будет отведено. Ну и отражать данные в точке, в профилях, сетке. Создание цифрового двойника это не создание чего-то нового, фактически это всего лишь развитие существующих баз данных, где объектом хранения и обработки является объект. К сожалению, объектом объект, плохо сказал, но я думаю, понятно. Цифровой двойник предназначен для обмена данными, для типизации структур данных из различных доменов и широкого использования данных в различных моделях. Хотя на самом деле последнее должно быть на первом месте, потому что в первую очередь это и стандартизация моделей, и стандартизация структур данных, которые используются в моделях, произойдет именно при использовании цифрового двойника. Спасибо за внимание. А еще у меня тут ссылки есть 9 штук, которые буквально все последние годы подготовлены, написаны. То есть и за рубежом, и в России работы активно ведутся. Спасибо. Если есть вопросы, то много отступают. Спасибо большое. Мы переходим по второму докладу в Викторе Викторе Веденников условия для эффективного использования технологий искусственного интеллекта для снижения экологических рисков и повышения эффективности сельского хозяйства Евразийского экономического союза. Добрый день, уважаемые коллеги. Так, что-то вчера тоже я делал доклад на ИТУ 2022. В последнее время полноформатный экран не стал выходить, презентация не стала. Придется, пришлось так же. Это надо вносить изменения, в Zoom. Ну что, кто-то поможет или начну так? Начинает. Это бывает. У меня бывает такое. Бывает, да? Ну что, тогда я так в этом виде. F1 не помогает. Значит, и пока слайдов сначала тоже не очень идет. Вчера экспериментировали. Простите, а Виктор Иванович, а F5 не помогает? Нет, не помогает. Я уже сейчас нажимал, и мы вчера пробовали. Там изменения внесли в Zoom. Куда-то надо там в настройках говорят в Zoom входить. Новая версия. Ну, в общем, что-то такое. Вчера пробовали, экспериментировали. Ну, в последнее время стал такой эффект наблюдаться. Ну, я попробую так тогда. Решением ЕЭК еще в 2015 году планируется к 2025 году сформировать следующие единые рынки и пространства, направленные на рынки финансов, энергоресурсов, транспортно-логистического пространства, единой политики в сфере агропроизводства, свободное движение товаров и рабочей силы путем ликвидации всевозможных преград. Однако очевидно, что без формирования единого информационного интернет-пространства цифрового взаимодействия и АЭС, состоящего из единой цифровой платформы управления экономикой и единой цифровой платформы научно-образовательных ресурсов, перечисленные рынки развиваться должным образом не смогут. Листает, все видно? Прошу прощения. Да, отлично. Спасибо. В работе предложен механизм формирования цифровой платформы управления сельским хозяйством ЕЭС, позволяющий разрешить возникшие политические, экономические, социальные, экологические проблемы. В принципе, доклад согласуется с предыдущим докладом идеи. Значит, это единоцифровая платформа управления, включающая возможность облачного построения на основе математического и онтологического моделирования, единых цифровых стандартов, которые включаем структуру под платформы сбора, хранения, интеграции, операционной первичной учетной информации всех участников в единой базе данных, далее структура под платформы технологического учета и структура под платформы алгоритмов управления производством. При таком подходе применение технологии искусства интеллекта принесет наибольший эффект и позволит обеспечить максимальную межотраслевую прослеживаемость продукции и будет минимизировано негативное воздействие природных и антропогенных факторов экологической опасности на окружающую среду, на продукцию агропромышленного комплекса и на самого человека. И таким образом, на основе представленного подхода будет значительно снижена экологическая опасность в сельском хозяйстве посредством комплекса экологической оценки земель, экологического мониторинга их, всего производственного процесса с учетом поступающих ресурсов и продукции на выходе посредством формирования соответствующих управленческих решений, направленных на предупреждение проявления и минимизацию последствий проявления антропогенных и природных факторов экологической опасности. Это как бы декларация работы, что будет доложено. А теперь перейдем к деталям. Сельскохозяйство при его современном технологическом развитии, как и транспортная отрасль, энергетические и коммунальные бытовые секторы, стало одним из главных загрязнителей природы, растеневодства источником наибольших экологических проблем, что обусловлено широким использованием различных ядохимикатов. При этом их воздействию подвергаются не только вредители, но и живущие рядом с ними полезные организмы, птицы, черви, насекомые, пылители, бактерии и другие, которые либо гибнут, что приводит к нарушению в экосистемах, ухудшению структуры и плодородия почвы, либо накапливают в своих организмов этот яд, передавая его по пищевым цепям, далее, вплоть до самого человека. Те ядохимикаты, которыми травят вредители, попадают далее в реки, озера, моря, и рыба в водоемах погибает. Массовый мор рыбы вызывает нарушение беценоза, из-за чего могут погибнуть другие обитатели водоема. Далее, загрязнение почв. Значит, поверхность слои почв легко загрязняется. Основные загрязнения пестициды, минеральные удобрения, отходы, отбросы производства, газодымовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, нефть и нефтепродукты. И вот химические вещества токсиканты. Они пагубно влияют на жизнедеятельность почвенных организмов, почву теряют способность к самоочищению от болезнетворных микроорганизмов и тяжелые последствия для человека возникают, растительного и животного мира. По данным Минсельхоза, департамента милиарации, в частности, в России животно деградируют от полутора до двух миллионов гектаров земель. И потери сельского хозяйства, если взрывом эквиваленте взять, составляют порядка четырех миллионов тонн. Только из-за почвенных орозий ущерб может достигать 25 миллиардов рублей в год. Потери наиболее богатого гумуса слоя земли составляют полтора миллиарда тонн в год. Огромная, конечно, величина, которая включает 75 миллионов тонн гумуса, 30 миллионов тонн азота, фосфора и калия, которые приходится искусственным образом восстанавливать. Природно-плодородие знаменитых черноземов в центре России за последние 10 лет уменьшилось полтора-два раза. Количество гумуса в почвах сократилось с 80% до 3-5%. В Центральной же Азии ситуация еще хуже. В докладе Евразийского центра по продовольственной безопасности отмечается, что Западная Европа характеризуется высоким уровнем заботы о почве, Восточная Европа с Россией характеризуется высокими темпами интенсификации сельскохозяйства, но чрезмерной эксплуатацией самых плодородных почв и отказом от менее продуктивных земель. Азиатские страны характеризуют самой высокой степени уровень деградации почв. В России основная причина экологических проблем это несоблюдение технологий выращивания растений при повсеместном нарушении севооборотных ограничений, норме правил внесения дохимикатов, которые, как уже отмечал, попадают в почву, в воду и так далее. Экологические проблемы и качество пищи вызывают все больше беспокойства. Возрастающие же возможности цифровых технологий экономики создают условия для формирования единого агропромышленного информационного пространства. Цифровизация управления и логистики на всех этапах жизненного цикла производства и доставки будут вынуждать всех участников обеспечивать продукцию надлежащего качества. Такой социальный заказ не мог не породить появление новых перспективных направлений цифровой трансформации северказачного производства, которые получили название технологии точного земледелия. Значит, вот на данном слайде приведена как раз схема цифровой платформы точного земледелия. Суть их заключается в интеграции новых цифровизированных агротехнологий и высокоточном позиционировании на основе технологий дистанционного зондира земли, а также дифференцированных высокоэффективных и эколого-безопасных агротехнических мероприятий на угодьях на основе детальной информации о химико-физических характеристиках каждого участка. Современное электронно-оптическое оборудование устанавливаемое на различных подвижных и стационарных аппаратах за счет высокой разрешающей способности обеспечивает решение значительно большего количества задач в аграрной области от картографирования конец отдельных небольших участков полей до мониторинга использования угодий по назначению и состоянию растений на значительных площадях. Появление специальных инструментов дешифровки спектральных параметров растений дает возможность рассчитывать различные вегетационные индексы, характеризующие фазы развития биомассы их во временном разрезе. Такой полученный динамический ряд данных дистанционного зондирования земли обеспечивает анализ проведения большинства агротехнических мероприятий с выявлением пораженных болезнями и вредительными угодий и оценка причиненного им ущерба, а также последствий прочих стихийных природных явлений. В этих условиях учет и мониторинг максимально возможного количества сельскохозяйственных процессов становится основной целью в разработке стратегии цифровизации крупнейших агропромышленных и машиностроительных фирм в мире. Так, прогнозируется, что к 50-му году количество замеров на умных фермах вырастет до 4,1 миллиона в день. Сориентироваться в этом потоке информации самостоятельно практически невозможно и здесь на помощь должны прийти технологии искусственного интеллекта. По этой причине в настоящее время почти все известные технологии точной земледелия не обходятся без применения приложений искусственного интеллекта. Я далее для чего приведу наиболее значимый, предлагаю рынкам разработки. Небольшое замечание, поскольку после специальной военной операции возникла некоторая паника в аграрном производстве, поскольку те холдинги или предприятия, которые купили западную технику, комбайны, были отключены на первом сразу в марте от спутников, от серверов, куда большую часть данных и алгоритмов, которые были как раз на западе в этих серверах, таких как Джон Дир и другие, получить которое было сразу в марте невозможно. То есть техника как бы встала. Она могла двигаться, но без управления. Потом постепенно конечно решили эту проблему из-за того, что он поднял соответствующую проблему, наверное, все об этом уже в курсе. Начну вот я приведу приложение некоторое. Израильский стартап Taranis предоставляет точную информацию о состоянии растений на основе показаний полевых датчиков, метеостанций, ортофотосъемки, что позволяет своевременно выявлять негативные факторы в виде индексификации болезней и вредителей, дефицита питательных веществ, выработка рекомендаций по оперативному вмешательству. То же самое вот компаниями Bayer и Bosch разрабатываются технологии умного опрыскивания, которые будут узнавать сорняк и определять вид и необходимое количество пестицида. Убийца сорняков от компании EcoRobotics способен самостоятельно перемещаться по полю, дифференцированное распознавание и обрабатывая обнаруженные сорняки. Утверждается, что технология позволит 20 раз сократить объем использования гербицидов. Искусственный интеллект в настоящее время помогает фермерам после идентификации заболеваний растений выбрать методы их лечения с расчетом экономических показателей. Процесс происходит на основе фотографии пораженной части растения. Мобильное приложение Plantix компания PIT предоставляет фермерам возможность идентификации свыше 60 болезней растений на основе огромной базы данных снимков с идентификацией по сортам растений видам бактерий заболеваний и прочее. Значит вслед за развитыми странами в нашей стране также стремительно появляется много компаний предлагающих различные решения в области цифровизации сельского хозяйства в частных технологиях искусственного интеллекта ведутся интенсивные исследования во многих институтах. Например в 2021 году наш ФИЦ информатики и управления совместно с Самарским ГАУ провели полевой эксперимент по съемке сельскохозяйственных растений на основе нейросетевых алгоритмов анализа мультивременных мультимасштабных гиперспектральных данных полученных использований гиперспектральной камеры на основе схемы Оффнера. Для чего была разработана методология построения вычленного эффективного и компактного описания характерной особой точки изображения. При этом возникают следующие проблемы формирования адекватных больших данных для искусственного интеллекта. В частности в качестве такого примера можно привести очень крупная компания в мире норвежская по производству азотных удобрений. Для того, чтобы продвигать на рынок свою продукцию, они разработали так называемый энсенс, который пока еще на участке 20 метров на 20 метров распознает в среднем потребность растений в азотных удобрениях, но при этом требуется достаточно много попутной информации, которая должна была бы накапливаться. Попытки внедрить это у нас в стране столкнулись с тем, что этих данных вообще невозможно было найти и не отказались от этой идеи. Значит, вот проблемы в 50-м году, как я уже говорил, количество замеров на оптных ферм вырастет до 4,1 миллиона в день. Я, как только что упоминал на основе фирмы Яра, основная проблема искусственного интеллекта это отсутствие структурированных достоверных данных. На первое место среди проблем искусственного интеллекта как раз поставили специалисты в этой области данную проблему. И вот в качестве решения мы предлагаем разработать и разработали модель формирования единой цифровой платформы управления экономикой МПК. В результате были получены облачная цифровая платформа единой базы данных технологического учета, облачная цифровая платформа единой базы первичного учета и облачная цифровая платформа единой базы знаний алгоритмов задач управления. Значит, для разрешения указанных выше проблем, Как раз вот и была предложена математическая модель формирования цифровой платформы управления, где под цифровой платформой будем понимать совокупность упорядоченных цифровых данных на основе антологического моделирования, математических алгоритмов, методов и моделей их обработки и программно-технический связь сбора, хранения, обработки, передачи данных и знаний. Оптимально интегрированных в единую информационно-управляющую систему предназначен для управления целевой предметной областью с организацией рационально-цифрового взаимодействия интересованных субъектов. Значит, ну вот модель, значит, была разработана, значит, она позволила выделить ряд цифровых платформ, как я уже указывал в начале. Значит, одна из них представляет более детально, сейчас пока расскажу, облачный сервис единой базы данных технологического учета отрасли растеневодца с выделением 240 функциональных управленческих задач с единым описанием алгоритмов общей для всех сельскохозяйственных предприятий АПК. Значит, ну вот 946 атрибутов здесь, в принципе, все, что касается растеневодства, земли, значит, здесь представлено. Была создана большая команда из разных институтов, значит, которые занимаются и землей, и удобрениями, и средствами борьбы с растениями, ну и так далее. Значит, в конце концов, логическая структура единой концентральной модели растеневодства была сделана. Значит, анализ этой модели растеневодства показал, что из 946 ее показателей более половины имеют отношение к экологии. Такие показатели, как группы поля, запрещающие условия с пользой земельного участка, геоморфиологические характеристики, мелиоративная характеристика, грунтовые воды, засоление, почва, агрофизическая характеристика, гидрофизическая характеристика, состояние почвы. Показатели далее группы культуры, экологическая группа сорта, поражаемость болезни по видам болезни, поражаемость вредительными и так далее. Экологически выраженные задачи, я тоже перечислю. Система удобрения и воспроизводства от почвы на плодороде, система защиты растений, учет агрофизического состояния почв, учет агрохимического состояния поля, участка, учет засоренности полей, учет численности вредителей, учет пораженности растений, болезни, разработка методов борьбы по защите растений. Если объединить данную платформу с еще одной, сформированной на основе указанной выше модели, представляющей облачный сервис сбора и хранения по традиционной первичной учетной информации всех хозяйств, в следующем виде, вид операции, объект операции, место осуществления, внизу показаны эти параметры, то получим как раз перспективную цифровую платформу точной земледелии, максимально учитывающую почти все экологические проблемы, а также обеспечивающую реализацию как внутрехозяйственную, так и международную прослеживую продукцию. Вот показана прослеживость продукции внутри предприятия. В этом случае открываются новые возможности реализации принципа прослеживости продукции внутри предприятия, поскольку производство позволяет в этом случае перейти от фазы контроля качества, как делалось только после выхода продукции, принцип оперативного контроля всех производственных операций. Значит, появилась возможность даже межотраслевую прослеживаемость продукции осуществить, под которой понимается инструмент, позволяющий достоверно информировать партнера, контролирующего органа, конечного потребителя, пользователя, обезготовителя, срока, качество, цене и других характеристик товаров. Что сейчас пока фрагментарно происходит и делается у нас в стране. С сентября запустили Минсельхозсервис прослеживаемость зерна. Правда, там разрыв есть на уровне элеватора. Зерно там смешивается из-за технологий сушки и так далее. На выходе получаешь обезличенное зерно. Вот это самая большая проблема сейчас. На Западе в сельском хозяйстве в настоящее время приходит та же концепция межотраслевой интеграции данных систем. Так, компания Johnson Partners Consulting пишет, что в сельском хозяйстве формируются две цифровых платформы на базе облачных технологий. Платформы-агрегаторы информационных ресурсов, то есть то, что мы называем платформы для первичного сбора и накопления данных, и прикладные платформы. Считается, что только при облачном подходе будет достигнута наибольшая эффективность цифровых технологий, так как в этом случае информация доступна для предприятий всех размеров, не только для наиболее крупных, что особенно актуально у нас в стране. Данная концепция скажется на взаимоотношениях между производителями и партнерами цепочки добавленной стоимости, логистической, оптовой, фирмой, розничной сети, за счет реализации облачных технологий моделей прямых продаж, когда производители видят всех участников цепочки вплоть до конечного потребителя, соответственно сроки, объеме, номенклатуру спроса, после чего на основе математических моделей планируют производство в ровном том объеме и те сроки, которые требуются потребителю. В дальнейшем поставки продукции будут происходить на базе облачных технологий в режиме автоматического обмена данными между партнерами логистической цепочки, с минимизацией посредников, которых огромное количество французов посчитали, что будут ликвидированы порядка 80 посредников. И по мнению также французских экспертов, внедрение цифровых таких технологий, указанных выше, производства позволяет перейти к новому типу производственных предприятий, я уже как называл, от фазы контроля качества после фазы производства к принципу текущего контроля всех операций. То есть они повторили то, что мы разработали довольно давно. Для того, чтобы такую прослеживаемость осуществить, мы проверили облачную базу первичного учета. Значит, только ли для сельского хозяйства она годится, вот скажем, на основе операции внесения минеральных удобрений, мы проверили и, скажем, в логистике, в управлении транспортной внешней логистикой. Значит, это в строительстве подходит, это даже в фармацевтике годится. Значит, и вот указанное соображение как раз даже послужили основой разработки математической модели цифровой логистической платформы, схема, которая приведена на слайде. Ну, тоже, как все-то информация поставщиков, потребителей, автопредприятий, она в единой базе технологийский учет, первичный учет, реестры, классификаторы и так далее. Такая модель нам разработана в рамках. Вот одно из качественных изменений, связанное с разработкой ЦПУ, продемонстрируем на примере трансформации взаимодействия участников цепочки добавленной стоимости в сторону кооперативных форм принятия решений. Сегодня все участники данной цепочки принимают решения по ценообразованию своей продукции и другим вопросам на основе индивидуализма, исходя из себестоимости, рыночных цен и оценки собственных рисков. Остальные участники добавляют собственные риски к цене товаров, в которых уже заложены риски всех предыдущих участников. В результате, конечные потребители продукции оплачивают весь комплект рисков, что скажется на конечной цене. Такое индивидуалистическое поведение, когда участники озабочены ли своими интересами, не вникая в анализ всей схемы цепочки добавленной стоимости, приводит невосприимчивости к новым цифровым технологиям. Переход на технологию ЦПУ, используя марсеналы под платформу, указанных выше, в частности умных контрактов, искусственного интеллекта, блокчейн, способен в корме изменить ситуацию. Рассмотренные в работе под платформой позволяют прозрачным и объективным способом учесть персональный вклад отдельного участника цепочки в себе стоимость любой продукции. В этом случае модель поведения каждого участника умного контракта в корне изменяется, поскольку позволяет оперировать ли себе стоимостью передачи своей продукции в цепочку в связи с надежной фиксацией объективного вклада любого из них. В заключении хотел бы рассмотреть проблему цифровой трансформации отрасли на примере условий реализации любой научно-технической идеи, которая в принципе три условия. Это должен созреть социальный заказ на идею, должен быть необходимый технический уровень для реализации идеи и должен быть достигнут социально-образовательный уровень населения для восприятия идеи. Наличие большого резерва России в совершенстве традиционных направлений повышения эффективности, необходимость обновления парка сельхозтехники при высокой стоимости высокотехнологических средств, цифровых технологий и сложности их освоения, вот в частности, Энсенсор, который я приводил, пример фирмы Яра, у них стоит 25 тысяч евро, у нашего продается за 60 тысяч евро, что сравнимо чуть не со стоимостью кировца. Значит, естественно, фермер, любой товаропроизводитель, когда смотрит, какая-то, как они сказали, финтифлюшка или кировец стоит, а тем более, что там нужны и приводные механизмы, и очень много еще. Наша техника не готова для модернизации, это нужно покупать новые, уж тоже эксперименты были проведены. Значит, а также вот отсутствие квалифицированных кадров в стране ведут к слабым предпосылкам выполнения этих условий. Поскольку условия для перехода к научно-обоснованной цифровизации ПК в России не вполне обеспечиваются, выход, по нашему мнению, видится в отработке самых совершенных цифровых технологий в комплексе с точным земледелием на нескольких эталонных объектах с формированием парада генерального конструктора цифровой экономики ПК и с последующим массовым внедрением при создании необходимых условий. То есть, чтобы все же с комплексных позиций можно было рынку предлагать или диктовать, значит, какие должны быть созданы условия, выбор техники и так далее. Значит, в связи с недавним столетним вилеем выдающегося советского ученого Китова Анатолий Иванович, который совместно с академиком Глушковым еще в 60-е годы предложили, ну, наверное, в курсе проекта ГАЗ, невольно задаешься вопросами, почему же идеи ГАЗ не находят поддержки у руководства страны, хотя реализация их сулит многократную эффективность реализации программы цифровой экономики. Почему в рамках данной программы страна продолжает применять методы и средства позадачно проектирования информационных систем, сложившиеся в предыдущие времена и более привычные многим руководителям и специалистам, следуя словам Черчилля, генералы всегда начинают войну старыми методами. Вот перечислю особенности цифровой трансформации. Цифровые трансформации в развитых странах видят снова повышение эффективности качества продукции на фоне исчерпания других факторов ее роста. Это также, как у них по выработке каждого нового биткоина все больше средств надо вкладывать. Значит, это вот продуктивная сорта, они уже как бы потолка достигли. Из каждой следующей биткоин дает все большим трудом. Энергоэффективные машины, системы арготехнологий, следозащиты и подкормки насаждений. Значит, так вот, в частности, в качестве примера еще приведу. Технологии точной земледели и дистанционной земли были проверены в Великобритании в 2018 году. Значит, на одном гектаре впервые в мире выращена озимая пшеница без участия человека, то есть в течение всего года, он, ни один человек не вступил на поле. С урожайностью в 70 сантиметров сгад. Все технологические операции от обработки почв до молота зерна были совершены роботизированными сельхозяйственными машинами. Значит, в силу же вот недоиспользованных традиционных факторов повышения эффективности сельской продукции в России, которую я указывал выше, сложности в освоении цифровых средств. Следует признать, что для большинства хозяйств в стране отсутствует социальный заказ на них. Поэтому начать использовать цифровые системы и технологии могут лишь немного отчислены предприятия. Мы разработали соответствующую модель, которая показала, что лишь 17% готовы только к первому шагу начать использовать отдельные технологии. И поэтому по этой же причине во время совещания у Путина 25 мая 2020 года по проблемам сельского хозяйства не прозвучало даже упоминание о цифровизации отрасли ни одного выступающего. Значит, второе. ПК, как и все отрасли страны, включается в процесс цифровой трансформации при всеобщем технологическом отставании, технологической зависимости от развитых стран Запада. Важным фактором, влияющим на цифровую трансформацию, является выбор подхода к цифровой экономике, плановой и рыночной. Россия, не обладая достаточным ресурсом для реализации китайского сценария, то есть планового, и достаточным числом рыночных экономических субъектов для выработки стандартов цифровой экономики, рыночным путем приняла решение сделать ставку в этой сфере на ряд госкорпораций. Риски при этом какие возникают? Остальным отраслям, в том числе и ПК, придется продолжать стихийный процесс самоорганизации цифрового пространства, после чего переход на разработанные стандарты и платформы окажутся очень затратным, что мы сейчас видим. Нет уверенности, что выделенные средства будут использоваться по назначению. Есть большие сомнения, что цифровые платформы, цифровую экономику, предложенные госкорпорациям без единой концепции, архитектуры, стандартов генерального конструктора со своей научно-опытно-производственной базой приведет к их интеграции в дальнейшем. Вот в качестве примера можно привести. В 2018 году мы попытались в агентстве стратегический инцидив создать сессию, собрать всех представителей госкорпораций, заинтересованных фирм, с тем, чтобы начать выработку каких-то антологических моделей, чтобы приводить к единому знаменателю, что ли. Значит, даже резюме не смогли выработать. Каждый говорит, вот берите у нас, этот берите у нас, этот берите у нас, и все, на этом закончилось. Поскольку нет генерального конструктора, который бы мог сказать, стукнуть кулаком в конце концов и выработать это. Отказ от проекта АГАСП, который я упоминал, который предполагал разработку единой как раз системы сбора и анализа информации, унифицированной информационно-управляющей системы. Значит, и данный подход, он требует как раз межотраслевых интеграционных процессов. Ставка на госкорпорации порождает своеобразный цифровой федализм страны. По стечению уже достаточно периода времени, после принятия программы, видим пагубные последствия такого решения. Это продолжающиеся доминированные позадачные подходы, цифровизация большинства отраслей. В частности, заложимый сельхозом в концепции национальной платформы цифрового и сельскохозяйства. Значит, вот я тут с коллегой Райковым мы написали предложение на 500 страницах в эту концепцию. Правда, были отнесены в рубрику как опыт разработки. И тем не менее, Медсекос в концепции оставил разработку под платформу, лишь для нужд самого министерства, без интеграции различных информационных потоков, цифровым разрывом, как по вертикали, так и по горизонтали. Более того, это возникла иллюзия о ненужности институтов МИИ в IT-сфере. Так был ликвидированный институт кибернетики АПК, который был создан по договоренности с Горбачевым, академиками Майсеевым Никитой Николаевичем и последним президентом Воскнил Никоновым Александром Александровичем. Значит, поскольку ставка была сделана на рынок, также остался вот один институт на базе ВНИИКа, Российский институт о гранных проблем информатики. Значит, там вообще ликвидировали тематику под цифровой экономики. Значит, и более того, предложили, раз рынок лучше справится, то можно ликвидировать кафедры IT в всех хозяйственных вузах. И вот переход на единую цифровую платформу управления страны в ЕС является одной из актуальных задач в рамках цифровой экономики и позволит существенно в десятки раз сократить затраты на ее реализацию. Однако вместо системного подхода, подобно реализации сравнимого по масштабам космического проекта, с назначением генерального конструктора со своей научно-опытной производственной базой и разработки единой концепции, архитектуры, цифровых стандартов, реализация программы цифровой экономики была наутку, как уже я говорил, крупным госкорпорациям и холдингом, что породило своеобраз цифровой федализм. Какой подход породил фрагментарность, неполноту мероприятий, в частности, продолжающийся цифровизм современными информационными средствами существующих экономических отношений. Поэтому в стране в ЕС соответствующие специалисты продолжают применять методы, используемые в конце прошлого века без учета основных принципов цифровой трансформации экономики. Посмотрим в работе. И в качестве примера живого можно привести в специальную военную операцию, где специалисты называют одной из причин проблем проведения ее – это отсутствие информационных взаимодействий между родами войск. То есть там те же самые проблемы, что и в сельском хозяйстве, и во всех отраслях народного хозяйства. Спасибо большое за внимание. Доклад закончен. Готов отвечать на вопросы. У меня такой вопрос. Вы вообще почти не рассказали ничего в антологической модели, а гументируя тем, что должно быть со стороны правительства. Речь идет, конечно, об антологиях верхнего уровня. А прикладные антологии какие-нибудь вы развиваете? Или существуют ли организации, которые развивают? У вас очень много предметных областей. Это огромное количество не глобальных антологий, а конкретных предметных областей. Вот настолько готова эта антологическая модель в настоящее время. Значит, для информации мы участвуем в таком национальном проекте цифровые технологии будущего. Знаете, наверное, такое. Значит, как раз мы там пытаемся вот эту антологическую модель, которую я представил, она есть у нас разработана. Сейчас более детально прорабатываем детали, уже привязывая к современности. Разрабатываем там и логические структуры, концептуальные модели. Значит, сейчас более того, программируем модель проектирования перспективно севоборота, потому что севобороты являются вообще основой цехозяйственного производства. На основе научно обоснованных севоборотов происходит все остальное. И тех, и заказ техники, использование людей и так далее. То есть это ядро. Поэтому вот в этом направлении мы сейчас двигаемся. Пытались как раз подключить практиков. Это Центр программ систем, вы, наверное, знаете. Значит, такая организация есть. Значит, в Белгородской области. Значит, вот на совещании как раз руководитель рассказал в панике, что произошло в марте, вся техника встала. Ну, сейчас вроде так вот как-то лед тронулся. Нет, работаем в этом плане. Активно есть сотрудничество с теми реальческой академией, у нас тесные контакты. Я сам там более 10 лет, лет 15, был председателем ГЭКа по информационным технологиям, по приемке экзаменов выпускников. Вопрос был еще. Объясните, какой объем прикладных антологий уже создан? Что значит объем прикладных антологий? Ну, вот 946 атрибутов. Значит, больше мы специалистам там раздали, беседовали. Больше предложить пока никто ничего не может. Конечно, сейчас вот нужно работать, когда-то мы пытались и с Роскосмосом работать, чтобы вот они предложили же ЕТРИС-систему, едино-территориально распределенная, значит, система дистанционно зондирования Земли. Собрать всю информацию со всех разных источников, значит, в единую базу данных, разработать антологическую модель, с тем, чтобы вот я на схеме показывал, что как раз ЕТРИС там. Дальше должен быть механизм единой дешифровки этих фотографий, которые бы попали в единую базу данных, облачную нашу. Чтобы не каждый пользователь, получив снимки, как-то их интерпретировал. А сейчас вот так и происходит. Тоже модель посчитали. Если идти по пути, то, что Минцельхоз предлагает, по рыночному, то будет создано порядка 5 миллионов цифровых платформ вообще в стране, в сельском хозяйстве. У меня денег на то, чтобы купить эти снижки у Роскосмоса. Что-то плохо как-то слышно. Еще раз. Давайте продолжать уже, мы выходим за расписание. Ну, в принципе, мои реквизиты данные есть, можете связаться, я представлю там по почте все разработки, могу прислать. Спасибо. Спасибо. Следующий доклад, логическая модель для интеграции разнородных экспериментальных данных при исследовании почвы. Артем Владимирович. Здравствуйте, добрый день, коллеги. Меня слышно, да, и видно презентацию? Да, все нормально. Спасибо. Значит, с авторой здесь Надежды Васильева, Артем Владимирович. Тарас Васильев, мы представляем почву института имени Докучаева, где мы занимаемся... Извиняюсь, тут какой-то... Где мы занимаемся математическим моделированием, сбором и анализом данных. Эта работа посвящена модели, созданной модели данных, созданной при формализации данных в предметной области, предметная область у нас почвоведения, предназначена для интеграции разнородных экспериментальных данных в почвенных исследованиях. Значит, мотивация, для чего мы этим всем изначально занимались. Во-первых, известно, что в целом в науке существует проблема извлечения новых знаний из разнородных данных. А тут в первую очередь имеется в виду то, что данные изначально не предназначались для совместного использования. Они были получены разными людьми для разных целей, скажем, в рамках разных экспериментальных проектов, и они изначально не знали друг о друге. Но при объединении всех этих данных и совместном анализе можно и получать новые знания. Также во многих случаях детали постановки экспериментов, детали научных исследований, несмотря на то, что они могут быть достаточно хорошо и правильно описаны в статьях, они недостаточно формализованы. Их практически невозможно сохранить в какую-либо машиночитаемую базу данных. И это имеет совершенно независимую ценность, сохранять все данные о постановках экспериментов. Но также эти данные потом полезны для проведения объединения, интеграции и обобщения всех имеющихся экспериментальных исследований. Собственно говоря, для решения этих проблем мы занялись формализацией данных в предметной области почвоведения и основные цели и задачи этой формализации, что мы предъявляли в начале разработки. Во-первых, нам нужна воспроизводимость научных исследований или, по крайней мере, их верифицируемость, если воспроизводимость невозможна. Соответственно, нужно сохранять все детали постановки экспериментов, все модели, которые использовались для предварительного процессинга данных обработки и все промежуточные данные. Нужно сохранять базу данных. Но, с другой стороны, мы хотим сохранить гибкий уровень обобщения. То есть мы не хотим требовать от пользователей обязательно сохранять все подробности, если подробности недоступны по каким-то причинам или это вообще какие-то данные архивные из старых статей, из старых книг, чтобы их можно было все равно интегрировать в нашу базу данных, пускай и без подробностей. Далее важным моментом является сохранение и учет связей между объектами на несколько более общем уровне, чем это обычно делается. То есть мы хотим проследить детально происхождение объектов исследования одного из другого для того, чтобы, скажем, данные, полученные в будущем для каких-либо объектов можно было передать, как бы приписать к объектам, которые возникли потом. Ну, например, условно говоря, есть какой-то объект из области почвоведения, скажем, там, сельскохозяйственный многолетний полевой эксперимент. И в процессе его там с этого поля отбирались какие-то образцы почв, потом они изучались, и к этим образцам изначально приписаны те данные об этом эксперименте, которые были известны на момент их отбора. Но мы хотим как бы сохранять все эти связи для того, чтобы новые данные, полученные из этого эксперимента, тоже были связаны с уже ранее отобранными образцами, ранее сделанными на них исследованием. Дальше мы предлагаем сохранять экспериментальные результаты в виде журнала, а не, как это часто делается, в виде таблиц. То есть в виде всей истории, всех действий, совершенных в процессе экспериментального исследования, для того, чтобы эту историю можно было потом рассматривать, скажем, искать в ней какие-то там возможные ошибки, а также можно было объединять изначально независимые исследования, которые были, тем не менее, произведены на одних и тех же объектах. Если у нас есть как бы две последовательности действий, выполненные независимыми двумя группами, мы их можем соединить, и получится как будто они работали, зная друг от друга, если все это достаточно формализовано. Из этого можно извлечь какое-то новое научное знание. Ну и, соответственно, после того, как вся эта формализация будет внедрена, возможно, автоматическая просто обработка данных и поиск каких-то ошибок. Тут имеется в виду ошибки, которые допущены людьми, грубо говоря, опечатки какие-нибудь. Соответственно, значит, наша предметная область почвовидения, мы ее условно разделяем на две части, которые для нас примерно равны. Это методология и данные. Вот здесь мы предлагаем, тут написано, что сохранять с одним уровнем подробностей, но на самом деле даже шире. Мы предлагаем относиться к методологии и данным как к равным, в том смысле, что они изменчивы в одинаковой степени, они важны в одинаковой степени. Мы не считаем, что сначала надо зафиксировать методологию, что там свойства такие-то, методы такие-то, исследования делаются так-то, а потом нужно накапливать данные. Нет, в процессе накапления данных точно так же могут накапливаться методы, накапливаться свойства, которые мы будем сохранять и так далее. Это все для нас, это все равноценно. Соответственно, вот тут некая часть, что на уровне методологии у нас есть типы объектов, их может быть, ну это как бы расширяемый список, это могут быть почвенные образцы, почвенные разрезы, полевые эксперименты, вообще там Земля в целом, как планета, там много чего может быть типами объектов. И, соответственно, шаги протоколов, ну тут в скобочках написано методы, это для нас шаг протокола – это метод плюс некие к нему детали. И свойства. Свойства – это все возможные, ну, можно сказать, атрибуты, которые есть в нашей базе данных, но поскольку они у нас динамические, то есть это динамически расширяемый список, мы их как атрибуты не представляем, представляем как вот некий список свойств. Вот, а соответственно, на уровне данных у нас конкретные объекты и их происхождение, записи в журнале, то есть последовательность выполнения вот этих самых шагов методических с результатами на каждом шаге и значение свойств, ну и связи между значениями свойств и объекта. Любой процесс исследования мы представляем как выполнение некого протокола, а соответственно его результаты записываются в виде последовательной записи в журнале. Тут стоит сказать, что поскольку у нас методологии и данные рассматриваются на равных, в принципе не обязательно, чтобы сначала был задан жестко протокол, а потом на его основе производились исследования. Исследования могут производиться в рамках научного поиска, и при этом в процессе протокол как бы создается для возможного повторного использования, если он будет удачен в обе стороны работы. Значит, мы представляем как бы в виде данных и метаданных наши уровни, то есть на уровне данных у нас, ну собственно, данные – это значение свойств, сама история, что когда делалось, протокольных шагов, и происхождение объектов, а метаданные – это кто делал, что делал, ну то есть, грубо говоря, следовал он протоколу или как-то его модифицировал. А на уровне методологии у нас сами протоколы с постановкой экспериментов, настройки приборов, ну там, то есть при каких условиях что делалось. Соответственно, параметры в моделях, которые использовались, что-то имеют в виду какие-то внешние параметры, понятно, ну не те данные, которые модель обрабатывала, внешние параметры, калибровка приборов и, собственно, сами модели в виде программных скриптов. А на уровне метаданных у нас связи между объектами и свойствами, то есть каждый шаг протокола, он знает, что он делает. Он может из объектов создавать объект, может у объектов измерять какое-то свойство и может из свойства создавать другое свойство с помощью математической модели. А поскольку у нас есть определенные правила для композиции методов, то все остальное, что можно себе представить, оно как бы возникает в результате этой самой композиции. Дальше структура исследовательского протокола, то есть сам протокол состоит из шагов, а каждый шаг протокола, он включает в себя метод настройки приборов, в общем, некие сеттинги, это, собственно говоря, подробности к этому методу, как конкретно он делается. Это вот в предметной области почвоведения это очень важно, поскольку если метод соединить с настройками, то получится совершенно огромнейшее количество методов, которые невозможно никак упорядочить, поэтому мы разделяем. Ну и, соответственно, если там есть какая-то автоматизированная обработка, то модельный скрипт. Метод, соответственно, состоит из описания для человека, метод данных, что ему нужно на вход в виде данных и объектов, что он дает на выходе в виде тоже свойств и объектов. И самое главное, что, возможно, к методу приписан детальный протокол, который вот так вот рекурсивно сюда зацикливается, и получается, что у нас такое вот дерево, ну, похоже на дерево каталогов этих самых шагов протокола и методов. Они могут раскрываться и внутри себя. То есть шаги, мы считаем, как бы они уникальны, то есть один шаг может использоваться только в одном протоколе один раз, как бы, а методы – это, соответственно, такой reusable контент, то есть один метод может с разными настройками использоваться много-много раз везде-везде-везде. Вот. Так. А, ну тут хочется сказать, что настройки вот эти, они могут, ну, как бы они, во-первых, для человека, чтобы человек знал, как выполнять конкретный шаг для оператора, а во-вторых, они же используются прямо вот непосредственно из той же базы данных, как входные данные в скрипте, тем самым они уменьшают количество ошибок, потому что… А вот, значит, дальше каким образом осуществляется композиция метода? Ну, тут один простой случай показан достаточно. Вот есть некий объект, к нему применяется метод, у которого есть детальный протокол, вот тут он нарисован черным небольшим квадратом, в котором есть три шага, на каждом шаге измеряется одно свойство и всего три свойства, которые потом обрабатываются моделью и дают результирующее свойство, которое тут в пропертии 4 обозначено. Значит, тут стоит заметить, что поскольку мы не требуем обязательной детализации, даже если на методическом уровне описано вот таким образом, что у метода есть детальный протокол, в котором три подшага, тем не менее, можно этот метод применить за один раз и просто сказать, что вот таким методом померяно, померяно, и это свойство сразу задать. Если как бы это, например, может быть полезно при добавлении данных из каких-то старых статей, где промежуточные данные не указаны. Ну, значит, здесь еще как бы один пример. Это пример связи между объектами и данными. На нашем уровне данных результат исполнения протокола дает некие связи, которые вот тут все примеры нарисованы, даже, скажем, из одного объекта каким-то шагом был получен. Второй объект – это просто проподготовка, например. Что-то там взяли, хоть почвенный образец там, его там, не знаю, растерли, расфракционировали, вот получился из него третий объект. Потом на нем измерили два свойства. Тут property 1, property 3 они называются. Непосредственно, а еще одно свойство, его измерили с помощью двух подшагов, которые потом с криптом обработки данных объединили в еще одно свойство, которое называется property 2. Соответственно, на методическом уровне все метаданные всех методов, которые существуют в базе данных, а также все типы объектов, а все свойства, сами названия, свойства, не значения, они дают некую картину. Вот здесь она представлена в виде такого цветного графа, который трехмерный, это просто из него скриншот. А это мы для себя нарисовали в нашем прототипе реализации. Вот добавлено туда было четыре широко используемых в России стандарта и для почвенного описания. И, соответственно, из них получилась вот такая вот картинка, которая просто позволяет визуализировать, для проверки и визуального осмотра того, что получилось в базе данных, чтобы убедиться, что там ошибок никаких особо нет, что все правильно работает. Все связи, которые мы хотим, они есть. Ну, тут вот с этой картинки как бы начинаем показывать наш этот, ну, мы знаем, это МВП, то есть это минимально полезный продукт, который мы сделали сейчас в стадии бета-тестирования, который реализует эту формализацию в конкретном приложении для сохранения и формализации полевых почвенных описаний. Ну, значит, тут довольно мелко и не особо видно, но слева схема базы данных, в которой примерно все то, о чем я говорил, показано. Ну, здесь зелеными покрашены таблички из уровня данных, светло-синими методического уровня, а, соответственно, вот таким вот красноватыми – это то, что относится к юзер-интерфейсу, и практически, ну, для дальнейшего анализа не нужно, это нужно только для работы интерфейса. И такими сиреневыми – это, соответственно, справочная информация, которая тоже общеизвестна, но она просто в базе данных должна быть, чтобы это все работало. Вот центральным элементом являются записи в журнале, они тут справа крупнее показаны, к ним все-все-все присоединяется практически, которые создаются, и, собственно говоря, они содержат в себе все эти данные, всю последовательность, всю информацию о том, какие экспериментальные исследования были выполнены. Дальше, значит, собственно говоря, какие особенности это наша программа для почвенного описания имеет. То есть, значит, во-первых, она позволяет описывать почву с любым уровнем обобщения. Это как бы очень важно, потому что в почвоведении некоторые люди описывают очень грубо, только самые там свойства общие, а некоторые описывают очень-очень подробно. И причем многие исследователи описывают очень-очень подробно только какие-то очень частные вещи, которые им нужны. Но поскольку мы все это позволяем на любом уровне обобщения, в итоге это все может быть положено в одну базу данных, как бы там соединено, и потом, ну, если это представить в виде таблицы, это будет очень-очень такая разреженная матрица, там будет очень-очень много пустых, там 99% будет пустых ячеек. Но поскольку у нас оно записывается в виде журнала, то оно, так сказать, вполне компактно хранится. Значит, также можно описывать как по существующим стандартам, вот мы туда добавили 4 стандарта, которые в основном в России сейчас используются, так и можно создать свой собственный формализованный протокол. У нас в этом продукте просто реализован он в виде выбора из всех вот этих стандартов, что конкретному исследователю надо. Но, в принципе, можно еще добавить, в будущем мы точно добавим возможность создавать свои собственные методы с детальным их описанием. Дальше как бы важный момент – это возможность непрерывной гармонизации данных, полученной разными методами. Ну, вот в данном случае это, например, когда люди, исследователи делают почвенное описание, пользуясь разными классификациями. Вот в нашей предметной области считается, что это вообще как бы очень сложно даже как-то сопоставить. Но мы считаем, что это можно не просто как-то сопоставить, а сопоставить вполне на строгом базисе, то есть автоматическими методами. То есть у нас это реализуется с помощью скриптов для гармонизации данных, которые делаются под конкретную задачу. То есть из всей базы данных можно поискать то, что, например, подходит под конкретный стандарт, вытащить все эти данные и сформировать их уже в виде такой привычной для использования таблицы, но она уже будет довольно частная. То есть это будет таблица всего-всего, что описано по конкретному стандарту. И, соответственно, далее важным пунктом является оценка точности и надежности данных, которая базируется на том, каким образом они были получены. То есть если человек, скажем, что-то описывал свои исследования подробно, то мы считаем его данные более надежными, чем данные того исследователя, который просто сказал, что я мерил вот это, у меня вот ответ такой, без каких-либо подробностей. Ну тут дальше я приведу несколько скриншотов, как это все работает. Ну это может быть уже не очень существенно. Тем не менее, протоколы вместе с объектами, они представляются в виде такого дерева. Тут оно очень маленький кусочек показано, оно с вами там огромное-огромное раскрывается-раскрывается, из которых можно выбрать и прямо в веб-интерфейсе заполнить одно свойство. Соответственно, тут точно такое же дерево, оно потом показывается с уже какими-то заполненными свойствами. Но это не полная информация, которая там в базе данных, естественно. Это просто последнее свойство для выбранного объекта, которое кто-то там задал. У нас, естественно, возможно, что поскольку записи в виде журнала идут, что одно и то же свойство для одного и того же объекта было измерено много раз, как одним человеком в виде повторности, так и, может быть, разными исследователями. Но тут просто показывается это для ориентировки, чтобы видно, что вообще известно, а где пусто. Вот, соответственно, если там в базе данных есть скрипты, которые позволяют вычислять одно из другого, то когда юзер хочет, скажем, заполнить какое-то свойство, оно автоматически, система проверяет метаданные всех скриптов, которые у этого свойства есть, смотрит, есть ли для какого-либо скрипта исходные данные. Если они есть, то этот скрипт выполняется и результат подставляется как некий предварительный. То есть пользователь, в принципе, его может изменить и сказать, что вот у него другое мнение, а вот так, а скрипт там по-другому. Ну и важным моментом у нас, собственно говоря, что потом. То есть можно как сам по себе шаблон почвенного описания экспортировать в Excel, он там получается, то есть все метаданные анализируются, и, соответственно, он создает такой прототип таблички, в которой, если у какого-то свойства есть, а у нас большинство свойств, это выбор из списка, это не число какое-то, это просто категориальный такой выбор. Там, соответственно, в виде селекторов это все зашито, и это удобнее заполнять, чем вспоминать, какие бывают варианты. Ну и, соответственно, просто результаты, если выбрать определенное количество объектов в системе, то все, что система знает про эти объекты, можно тоже в виде обычной таблицы выдать. Вот это как бы на каком этапе у нас сейчас реализация, практическая реализация частного случая применения нашей формализации. Спасибо за внимание. Готов отвечать на вопрос. Можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, знакомы ли вы с результатами совместных работ от Института кибернетики и Почтного института, значит, еще в рамках программы электронизации сельского хозяйства, перестройка была, когда, в общем-то говоря, руководил Рожков такой. Да, 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 там была некая почва. Сейчас расскажу вопрос. Значит, для того, чтобы разработать онтологическую модель научных исследований, включением других институтов также, и для того, чтобы выжимки сделать, вот практическую онтологическую модель, уже для предприятий нужная, там предприятиям не все нужны данные исследовательские, мы даже туда внедряли Веселова, если вы кто помните, старшее поколение, которое разработал лексикон, мастер, просто мы в одной группе учились, он и у меня тоже там работал, его жена, значит, первый вопрос. И второй, как вы в своих работах подключаете онтологические модели и других институтов, занимающиеся почвой также? Да, хорошо, я сейчас отвечу. Во-первых, мы знакомы с работами Рожкова, с авторами, там было, по-моему, у них называлось «Почва-83», эта система, но там была, как вы говорите, онтологическая модель, то есть вот также сейчас примером является, например, единый государственный реестр почвенных ресурсов, который в институте Токучаева считается как базовая модель описания, но это именно база данных с фиксированными атрибутами, то есть там говорится, что, например, то есть там нет возможности динамически развивать методический уровень. Что касается как бы совместимости нашего подхода с тем подходом, мы очень, ну вот мы в наш этот минимально полезный продукт, как в МВП, да, мы в него интегрировали, вот в частности этот EGRPR, интегрировали стандарт FAO, это Food and Agriculture Organization, и еще методическое указание под, ну там много авторов, один из них Корнблюн, для описания, тоже для полевого почвенного описания, которое разработано в почвенном институте Токучаева. То есть мы, можно сказать, три стандарта, три, если вы хотите, антологии, интегрировали в нашу систему, она заполнила нам, ну, так сказать, не полностью, но частично заполнила наш методический уровень, и вот именно на основе этого заполнения была вот эта картинка, которая много связи между типами объектов и свойств. Вот, то есть у нас особых нет проблем интегрировать какие-то формализованные антологии. Они просто интегрируются в наш методический уровень совершенно спокойно, и там все существуют вместе с любыми другими. А для того, чтобы антологии между собой как-то трансформировались, это нужно в нашей формализации вот именно писать какие-то скрипты, которые одно в другое преобразуют с соответствующими метаданными. Тогда система будет эти скрипты сама использовать, если есть возможность. Вот такой ответ. Спасибо. Можно такой вопрос. Вы очень специфично понимаете знание предметной области, мне совершенно непонятно, потому что анализ знаний предметной области начинается с определения той логики, которую вы будете использовать, описывая антологию. Это первое. Второе, в свой конец пользования предметной области. И третье, с задачами, которые будут решаться в рамках созданного представления знаний. Можно я вопрос сформулировать? Я просто введение могу. Какие задачи главные вы информационные решали, создавая ваш программный продукт? Значит, сейчас скажу. То есть задача примерно такая. Вот если по-простому и неформально объяснять. Есть много разных, скажем так, стандартов описания. То есть как вообще люди описывают, и даже не только почву, а, скажем, результаты своих исследований. А мы хотим эти все стандарты описания учесть на нашем методическом уровне таким образом, чтобы данные, созданные по этим стандартам, можно было в нашу систему загрузить, и она их поняла, формально поняла. И как бы там у себя внутри как надо разложила. А дальше на уровне как бы назад. Ну, это, как сказать, это импорт данных. А экспорт данных, то, что вы можете создать свой стандарт описания, в котором вы хотите данные. То есть вы можете просто, условно говоря, создать какую-то схему базы данных. Вот вы хотите такие-то объекты, к ним такие-то атрибуты. И система из своего внутреннего представления должна вам создать, если она, конечно, сможет создать и заполнить базу данных, которую вы хотите. То есть, по сути, это задача интеграции и трансформации данных из одного стандарта в другой. Причем из любого в любой как бы. Для этого мы на методическом уровне пытаемся достаточно подробно описать эти стандарты, метаданные, все, что там есть, для того, чтобы такая трансформация была возможна. Смотрите, вы сейчас сразу сказали о двух задачах. Об интеграции данных, непротиворечивости данных и о смешении понятий. А другие какие задачи? Не нужно так детально, как вы говорите. Какие конкретно глобальные информационные задачи вы решаете в своей системе? Ну, вот сейчас, вы что имеете в виду? Вы имеете в виду задачи формализации или задачи конкретно вот этого вот МВП для почвенных описаний? Информационные задачи. Это в любой антологии, это главное. А мы же не разрабатываем какую-то конкретную антологию. Мы разрабатываем формализацию для... Вы говорите о знаниях предметной удобности. Когда в теории вы ее строите? Если с представлением знаний, это одно, один вопрос. А ваше вопрос, как называется? Они инструмент разрабатывают. Да, можно сказать так. Мы разрабатываем некий инструмент, который позволяет формально описывать то, каким образом мы хотим представлять конкретное. Но то, что вы называете знаниями, мы называем данными. То есть представление данных в предметной области. Потому что сама формулировка антологии вместе с всякими методическими деталями для нас это тоже знания. Они тоже динамические. Поэтому мы это не разрабатываем. Мы не говорим, что мы конкретно сказали, что почву нужно описывать 177 свойств, условно говоря, как в ИГРП. Например, нет, мы говорим, что почву можно описывать, как вы хотите, но прежде чем ее описывать, как вы хотите, надо вот это вот, как вы хотите, формализовать на методическом уровне и тоже положить в нашу систему. Тогда она будет потом принимать ваши данные и знать, что с ними делать, знать, как их показать человеку, который хочет по-другому описывать. То есть устанавливать какие-то соответствия между, ну приблизительные, скажем так, соответствия. Да, что вот это, то, что этот человек назвал вот так, это вот другой человек назвал вот так. И это на самом деле можно сопоставить. Ну вот как-то вот так вот мы, то есть цель формализации такая. Другими словами, вы не хотите пользоваться стандартными инструментами информатики, изобретаете собственные инструменты информатики для своей документной формации? Ну, не совсем так. Мы изобретаем, скажем так, нет, не совсем так. Не то, чтобы мы не хотим пользоваться стандартными инструментами информатики, просто мы хотим разработать, скажем так, инструмент для того, чтобы эти инструменты информатики удобнее было разрабатывать в каком-то смысле в нашей предметной области. Потому что мы считаем, что они динамически меняются. То есть мы не хотим фиксировать, мы не хотим говорить, что вот все атрибуты, все наши как бы знания о почвах, они вот укладываются только вот в рамки каких-то там такой стандартной схемы. Мы сначала хотим описать схему так, чтобы она была расширяема и чтобы в нее можно было вписывать все данные. Это можно делать в рамках консультуализации. Не надо говорить о знаниях, об антологиях. Делайте консультуализацию нормально. Ну, об антологиях мы говорим только в контексте, что мы их интегрируем к себе, а описываем и интегрируем из них информацию.